Помощь получат все. Власти пересмотрели принятое ранее решение о выделении единого пособия в 16 тысяч леев. Его получат все сотрудники государственных учреждений, заразившиеся новым коронавирусом. Об этом сообщил президент Игорь Дадон. Нужно прекратить эти инсинуации. Никто не может знать точно, когда именно врач или полицейский подхватили инфекцию, непосредственно в свою смену или пятью днями раньше. Ведь мы знаем, что инкубационный период длится от шести дней и более. 16 тысяч леев должны получить все сотрудники госучреждений, находящиеся на передовой. 10 апреля правительство постановило выдать единовременное пособие 29 врачам, которые заразились COVID-19. Проверки показали, что лишь они инфицировались, будучи на работе. Однако, после многочисленных критических замечаний, власти пересмотрели свое решение. Игорь Дадон также заявил, что государство покроет процентные ставки по кредитам, которые предприниматели возьмут для выплаты зарплат сотрудникам. Речь идет о процентах по банковским кредитам для последующего периода вплоть до 31 декабря 2020 года. Ранее Кабмин взял на себя ответственность за ряд мер в поддержку предпринимателей. Речь шла о покрытии части расходов на выплату зарплат в случае технической безработицы и освобождения от выплат за патенты для тех, кто был вынужден прекратить деятельность в связи с чрезвычайным положением.